В этой части вы узнаете, сколько берет за крышу мэр Москвы Сергей Собянин, как с помощью года Ниссанова отжимает бизнес губернатор Андрея Воробьев, и сколько за их обслуживание получает телеведущий Владимир Соловьев. Бизнесмен Ильгар Гаджиев в 2011 году решил вложить свое состояние в российский бизнес. Предприниматель рассказывает, как лишился денег, которые у него украла семья губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Год Ниссанов. Они для Собянина постоянно с каждого приходящих денег 12% забирали. Год Ниссанов Воробьева с собой возил в Израиль. 30% передать ему и Воробьеву. На кресло так рассадил и все там с оружием. Он говорит, ты понимаешь, что я сейчас в одну секунду тебя здесь могу уничтожить? Только было сказано, что ты понимаешь, что тебя все это все равно, обанкротим, заберем. С Ниссановым я познакомился бы в 2010 году. Ниссанов Год Семенович. Авторитетный бизнесмен. Председатель совета директоров девелоперской компании Киевская площадь. Партнер губернатора Московской области Андрея Воробьева и его брата Максима по бизнесу. По данным сотрудников ГУВД Москвы, все связи азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова, Надира Салифова, Джаббора Хаджи замыкаются на Годе Ниссанове. Он пригласил меня в отель Украины. Тогда он мне начал предлагать, он задавая такую же структуру, что Собянин его друг, Сулушкова как раз Собянин пришел, что мне начал предлагать крышу свою, что он там с Воробьевым, Собяниным, со всеми, что при моих способностях строительства, его крыши, мы достигнем вместе больших результатов. У него есть все возможности, чтобы создать такую альтернативу Аккорда в Москве. Я начал уже смотреть в Москве, как раз в Подмосковье, смотрел земли. И когда я вот это нашел Пироговскую ривьеру, участок, и предложил этот Соломон партнерство. Если мы договариваемся, что я веду проекты, а вы как инвесторы участвуете, то пожалуйста, давайте. И, в общем, мы взяли этот проект совместно, первый с Соломоном, с Германом и с Исаем, Пироговскую ривьеру. Уже в 2013 году даже получили уже разрешение на строительство. Мы вошли на площадку и начали местные активисты, что нет дороги, нет инфраструктуры. И, короче, нам палки начали с колеса вставлять. Соломон предложил, что год с Воробьевым дружит. Давай этот вопрос мы через годы решим, чтобы у нас не было проблем. Там нужна была как раз альтернативная дорога. С этими сложностями они обратились тогда к году Ниссанову. А в то время год Ниссанов Воробьева с собой возил в Израиль. Я даже дату точно не могу сейчас на данный момент вспомнить. Это 13-й, конец 13-го года, либо начало 14-го года. Я сейчас на самолете Ниссанова летел Воробьев, Герман. И все, и по дороге там договаривались, чтобы нам дали разрешение, чтобы мы начали продолжать стройку. Для этого нам дали разрешение, мы начали строиться. Вот так в самолете и в аэропорту губернатор Воробьев и его подельник ГОД Ниссанов делят подмосковные дороги, здания и государственную собственность. Они для Савянина постоянные. С каждых приходящих денег 12% забирали. И я когда начал возмущаться, я говорю, другие вот, они платят 6%. А ты вроде такой крутой, и мы такие крутые, мы 12% платим. Но я понял, что они крысничали у Савянина, это 100%, потому что другие компании, не имея такого уважения, авторитета, они платили 6. А с нас списывали 12%. Он 6 себе брал, так я как понимаю, и 6 Савянину передавал. Получается, мэр Москвы Сергей Савянин. Ежемесячно собирает МСДУ с предпринимателей от 6 до 12%. 25 миллионов долларов он денег собирал на, 25 миллионов евро, то есть, извиняюсь, на выборы Савянина. У меня есть эти записи, я их держу просто, это момент придет, я эти записи выпущу. Я просто хочу достучаться до людей, которыми именами он пользуется. Дальше события начали принимать другой оборот. В 15-м году Соломон начал с этим, с Исаием управлять стройкой. Ну, я говорю, хорошо, ребята, или вы, или я, кто-то, потому что будет каша, если мы будем вместе управлять, завтра эта ответственность, не будет понятно, кто это вообще, что делает. И, в общем, в 15-м году, чтобы не было конфликтов в начале 15-го года, я отошел от управления стройкой. В 15-м году объект они не сдали. Объект, когда не сдали, Воробьев позвонил Нисанову с претензией, потому что люди там, жалобы пошли. И Нисанов в начале же 17-го года пригласил меня, Соломона, Германа, Исаиа. И что, ребята, я за вас подписался, это, к губернатору, а вы меня подводите. Не, начал на меня наезд. Я говорю, послушай, подожди, я не занимаюсь, занимаются твои родственники. И год сказал, что, Ильгар, ты должен взять этот проект, потому что я, ну, они дилетанты в этом, не понимают, что ты должен не подвести меня перед губернатором и сдать в этом году. В 17-м году, в октябре месяце, я уже проект сдал, в первую очередь. То, что они сорвали, то, что они провалили. И год предложил, что давай туда тоже 50 на 50, и у тебя там будет зеленый свет в аккорд в смарт-квартале. В общем, я там 50% бизнеса я еще передал этого со смарт-квартала. Но взамен, что будет у меня зеленый свет, никаких проблем не будет. Парюс мы оформили, и номинальному его человеку, Альберту Иманилову, передали 50%. В 2018-м году, когда я в мае месяце пригласил Ниссанов, и мне год стал говорить, что я должен 30% передать комфорт Инвеста, когда они поняли, что проект успешный, ему и Воробьеву. Начал задавать вопросы, что, ребята, твоим родственникам их все обязательства я закрываю, все, что с моей стороны, они получают деньги. А доказательством этого Максим приходил, этого брата Воробьева. У него он познакомил нас, что это Ильгар, это Максим, брат Воробьева. И перед ним просто это было озвучено, что наши 30%, что Ильгар передаст нам. Ну, я-то думал, что 30% передам, и ладно, двигаемся, строим, они мне помогают дальше. Но после того, как 30% договорились, Ниссанов мне посадил, говорит, ты должен дать расписку. Они оценили это в 20 миллионов долларов, что в течение 2020 года за 30 месяцев, по 600 тысяч каждый месяц я должен эту сумму передавать, что Воробьев не будет с нами возиться, смотреть, кто чья квартира, кто что продал, что купил. Что эти каждый месяц по 600 тысяч долларов я должен передавать, а он будет передавать эти деньги Воробьеву. Если кто-то не понял. Государственный служащий. Чиновник класса А. Андрей Воробьев отбирает вместе с годом Ниссановым бизнес и требует взятку в 600 тысяч долларов ежемесячно. При этом его брат Максим Воробьев выступает в данном случае в роли посредника. В общем, мне можно сказать, что под дулом пистолета было сказано, там кабинет он продемонстрировал, собрал своих мобильную группу, на кресло вот так рассадил и все там с оружием. Он говорит, ты понимаешь, что я сейчас в одну секунду тебя здесь могу уничтожить? Еще раз для понимания. В 21 веке. В центре Москвы. С целью отжатия бизнеса в пользу губернатора Воробьева и его полукриминальный подельник Гот Ниссанов угрожает бизнесмену физической расправой с помощью своих головорезов. Только было сказано, что ты понимаешь, что у тебя все это все равно, этот обанкротим заберем, либо ты сам будешь вовремя передавать эти деньги, которые там предоставлены для него и для Воробьева. Понял, что у меня уже обратной дороги нет, я уже вовлекся уже. И, в общем, мы, они составили расписку, и вот получилось, что таким образом в 2018 году я передал 30% акции комфорт инвеста, и плюс мне, я не знаю даже, я не читал эту бумагу, просто поставили, я подписал деньги для Воробьева, что я 2020 года по 600 тысяч долларов должен был отдавать каждый месяц, пока не закрою эти 18 миллионов, а потом эти 2 миллиона. В общем, дальше мы начали работать. В 2018 году, где-то август месяц, когда я подошел, я говорю, это по поводу вернатки, я говорю, хочу эту Ниссану свою долю торгового центра продать. На что мне, кто я такой, что я продаю торговый центр, что я не имею права. Я говорю, ребята, как не имею права, это вроде мои партнеры. Пошел между нами такой уже конфликт, вернатку, людей отправили своих. Я понял, что я не могу продать свой объект, который принадлежит мне, но и при этом я должен денег. Тут я продать не могу то, что мне принадлежит, а то, что Воробьеву я должен передавать, это я должен эту взятку передавать. На Новый год, 19-й год, уехал домой к детям, в Швейцарию улетел. Прилетел где-то 6-го числа. 10-го Ниссанов меня пригласил к себе, это европейский. В европейском, он говорит, «Эльгар, пойми, вот с вернаткой получилось так, что я отдал это сыну президента Гейдару и своему сыну». Сын президента Азербайджана Алиф Гейдар Ильхамович с 9 лет владеет дворцом в одном из самых престижных и закрытых поселков Рублево-Успенского шоссе Сады Мейндорф. Обратите внимание, приезжий бизнесмен из Азербайджана Гот Ниссанов спокойно распределяет 20-миллиардные контракты от имени мэра Москвы Сергея Собянина. И мне этот Эльман начал уже со мной работать, начал Эльман, что ты же понимаешь, что он сейчас с Алиевым, они партнеры во многих проектах, что ты понимаешь, что если ты не передашь, что тебя или посадят, или убьют. 19-го числа я понял, что уже конкретно, реально уже люди не шутят со мной. И я супруге звоню, говорю, что купает билет. Я говорю, в один конец. В общем, я сажусь в самолет. Мне дальше начали звонить, что я документы должен вернуться, подписать. И так как я не подчинялся, вот 25-го числа человек 15, они ворвались в офис, всю нашу охрану выпроводили и заняли посты в моем офисе. Сотрудников выставили на улицу. Наши сотрудники начали вызывать полицию. Полиция приехала и не вмешивается. В свой офис мы не можем попасть. И нам бред какой-то рассказывать, что кто-то там контракт с офиса нам аннулировали. И сейчас другая компания. Когда заявление я подал на Нисанова, на Влада Юсупова, на Флёру, на всю банду, которые на меня пошли, если я еще буду публично это все делать, что точно меня, где бы я ни был, завалят. 4-го июля открыли левое уголовное дело. Якобы я избил кого-то. После того, как Ильгар Гаджиев обратился с открытым письмом к президенту России с просьбой защитить его, на бизнесмена обрушился поток грязи со стороны журналиста Владимира Соловьева и ранее осужденного за мошенничество блогера Олега Лурье. Было интервью у Соловьева и Лурье, что я Остап Бендер там в своем бизнесе украл сам у себя квартиры. Но бред такой придумали, что там якобы я с Ходорковским там дружу, там якобы Ходорковский меня финансирует. Я Ходорковского знаю, как и все по прессе. Гаджиев рассказывает, что ранее знал Соловьева лично. Нисанова в кабинете встречался с Соловьевым. Он меня знает, я его знаю. С Соловьевым мы были в Израиле вместе с Пола, Адамом Соловьевым у Когана Валеры на день рождения. Соловьев, я знаю, что ежемесячно он получает зарплату там в Ниссан. Я могу ошибаться, но я знаю, что до 100 тысяч долларов со слов Эльмана Байрамова. Эльман Байрамов любитель поболтать. В Азербайджан на интервью Алиева его на самолете Ниссанова привозили. Как вы считаете, у вас назрел серьезный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым? Очень серьезный. От его имени генеральный прокурор один раз у меня бизнес забрал, второй раз Ниссанов для сына Алиева объект забрал. Получается, что все это было все время Алиев меня преследует, получается. Я не могу понять не Ниссанов, а Алиев. Продолжение следует... Продолжение следует...